Сразу после трагических событий в Брюсселе в некоторых источниках стала появляться информация о возможной причастности к терактам граждан Беларуси. Как запутанные следы в брюссельских атаках смогли вывести на братьев из Гомеля и почему мировая пресса обрушилась на них с обвинениями, мы попытались узнать из первых уст. Алексей Довбаш, который сейчас находится у себя на родине, согласился ответить на вопросы агентствователя новостей. Почему он попал в черный список спецслужб и стал главным подозреваемым в брюссельских терактах? Эксклюзив АТН. Прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, для начала, как мне к вам обращаться, Алексей или Сулейман? Потому что после того, как вы приняли ислам, я понимаю, что имя вы тоже поменяли. Нет, меня зовут Алексей. Ну, тогда вопрос, который сейчас стоит наиболее принципиально. Вы, ваш брат, имеете ли какое-то отношение к тем событиям, которые произошли в этот вторник в Брюсселе? Абсолютно никаких отношений не имеем, ни я, ни мой брат. Как вы узнали вообще о терактах в Брюсселе? Вам кто-то сказал, позвонил, увидели по телевизору? Мне написал мой двоюродный брат. Он показал мне статью в интернете, что на меня была написана такая вот клевета. Как бы до этого я не знал, что такое было вообще. День до этого я находился в Брюсселе, день до этих терактов. И вот в день, прямо в момент этих терактов я находился здесь, в Гомере. Как бы я узнал только после этого, после того, как я прибыл сюда. Ну, ваша реакция какая, когда вы узнаете, что вас обвиняют в страшных терактах в Бельгии? Ну, изначально я не воспринял это как обвинение, поскольку это исходило только от СМИ. Я сразу же позвонил в федеральную полицию Бельгии, чтобы узнать, что на самом деле они думают по этому поводу. Где они мне сказали, что я к этому отношения никакого не имею. То есть я, ни я, ни мой брат, ни кто с моего окружения, у них в поле зрения и в подозревании, касательно этого дела, не находятся. Они сказали, что я абсолютно чистый. То есть у бельгийских спецслужб претензий к вам нет. Я знаю, что вы позвонили брату и попросили, чтобы он обратился в полицию. Мой брат позвонил в федеральную полицию, потому что ему было проще оттуда позвонить. Я сразу ему написал, он позвонил, и он дал мне контактный номер того агента, который этим занимается. Я ему позвонил и спросил, что касается меня, нахожусь ли я у них в поле зрения, касательно этого дела. Он мне сказал, что я абсолютно чист, что это ваши локальные проблемы. Не проблемы, а ваши локальные спецслужб, которые распространены в СМИ. И он мне сказал, что я не могу тебе ничем помочь. Алексей, как вы считаете, почему из 7 миллиардов людей на всей планете происходит в Бельгии теракт и звучит ваша фамилия? Я не могу вам это объяснить. Просто, видимо, мой профиль подходил по этому ближе всего. День до этого я действительно находился в том аэропорту, но я взял самолет утром. День до этого, на момент этих терактов я уже был здесь в Глумене. Давайте прямой вопрос вам задам. Вы и ваш брат когда-нибудь воевали в Сирии? Нет. И отношения к этим процессам никаким не имеете? Стало известно совсем недавно, что полиция идентифицировала двух смертников, которые взорвались в аэропорту, братья Бакрауи. Вы их с ними знакомы? Как-то когда-нибудь пересекались в мусульманских общинах? Никогда не пересекался. Я первый раз слышу их имена от вас. Я даже в новостях этого не видел. Я никогда не знаю. Как вы планируете жить дальше? Что делать дальше? Как жить, проходить эту ситуацию, в которой вы оказались? Я не думал об этом. Если честно, это так быстро произошло. У меня даже не было времени над этим подумать. Какие-то выводы вы делаете? Какую-то ошибку допустил? Я не скажу, что я допустил какую-то ошибку, поскольку с моей стороны ошибки абсолютно никакой не было. Это чисто вроде клевета, которая свалилась на меня. Причем так внезапно, что у меня не было времени подумать о том, что будет дальше. Я даже не подумал. Я думаю, что до конца не осознал ситуацию. Ну что ж, спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Продолжение следует...